В картинной галерее чествовали победители проекта «Люберецкие звезды». Начиная с 2018 года, эта церемония стала традиционной. Дважды в год глава округа приглашает лучших из лучших, чтобы поощрить за успехи и труд. Подробнее в нашем следующем сюжете. У нас очень много талантливых, замечательных людей, и мы о них не знаем. А вот подобные мультфильм, они позволяют их каким-то образом найти, привлечь. И, возможно, они о себе скажут, расскажут, и мы таким образом других воплечем. Принять участие в проекте может любой житель «Люберец», независимо от возраста и рода деятельности. Нужно только захотеть заявить о себе. У таланта нет возраста, поэтому среди победителей – как юные люберчане, так и старшие поколения. Татьяна Лащенова уже четверть века прививает любовь к искусству учащимся детской музыкальной школы номер два. Сегодня она и ее воспитанники в числе победителей. Ощущение, конечно, волшебное, потому что это мои ребята, которых я воспитала действительно с 5-6 лет. Это у меня сейчас золотой состав мой, которым я горжусь, которым мы прошли международные и областные конкурсы. И выпускница 20-й гимназии Полина Хомякова трижды побеждала на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в беге на 400 метров. А в прошлом году заняла первое место в составе сборной Московской области в финале 5-й летней спартакиады молодежи России. Очень круто, что у нас существует такое сообщество «Люберецкие звезды», потому что сразу видно все таланты. Все таланты «Люберец». Это, мне кажется, очень сильно мотивирует местных жителей. Девятилетняя рекордсменка Ксения Лукина с легкостью подтягивается 50 раз. На достигнутых результатах она не останавливается. И сегодня она абсолютный победитель «Люберецких звезд». Мы пытались участвовать везде, где можно. Занимайтесь спортом, чтобы вы тоже получали айфоны здесь. В заключении церемонии выступил вокальный ансамбль «Детство» под руководством Татьяны Лощеновой. И глава пригласил победителей для общей фотографии. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.